В СМИ уже появились предварительные списки погибших, без вести пропавших и пострадавших в результате взрыва на Ачинском нефтеперерабатывающем заводе. Списки вы видите на экране. Также открыта горячая линия, где родственники пострадавших могут получить информацию о своих родных, работающих на заводе. Телефон 275-16-17. Угроза есть жизни при транспортировке. Поэтому мы, соответственно, будем проводить лечение, для того, чтобы стабилизировать его состояние. И как только оно будет стабилизировано, направим его, опять повторно вызываемся на авиацию, и направим в Краевую больницу, в Ожоговый центр. Дай бы Бог, чтобы он до этого момента дожил. И сегодня в Ачинской больнице побывали специалисты Краевого Ожогового Центра. И после осмотра пациентов четверых госпитализировали на вертолете в Красноярск. Здесь их встречали 4 машины скорой помощи. Две пострадавших были в сознании. Ожоги пострадавших составляют от 20 до 70%. Это вторая, третья степень. Один пациент переведен в Ожоговое отделение. Остальные в Ожоговую реанимацию. Дети чувствовали, что с ним что-то не так. Когда дым повалился, мне говорят, что папа сегодня на работе и не отвечает нам. Сразу поняли, что что-то очень плохое случилось. У него сознание, вы с ним разговаривали. Да, разговаривала. Что он вам сказал? Ничего. Это мы ему сказали, чтобы он держался. У него трое детей, ему надо жить. Тот первый шел, тот погиб. И все погибли с вами. Тот где-то он, где-то второй или третий шел. Его ожог 60%. Нога сломана, отошил парня еще. И как нам пояснили в пресс-службе администрации города, семьям погибших и пострадавших в результате аварии на Ачинском НПЗ будет оказана материальная помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова